Рад видеть дорогие друзья на своем канале. Сегодня вам покажу, что у нас лежает заряд батареи на вашем телефоне. После этих действий вы реально убедитесь в том, что все будет направлено на то, чтобы повысить экономию вашего телефона, а именно батареи. С вас лайк и подписка, с меня больше интересного контента. Усаживайтесь поудобнее, не забывайте лайкать, потому что именно ваши лайки способствуют большему выходу моих новых роликов. Если это видео наберет 500 лайков, я вам еще что-то сниму полезное. Первая настройка будет очень простая, вам нужно будет просто зайти в настройки, найти такой пункт, который называется приложение. И здесь вот в приложениях мы ищем все приложения. Дальше в правом верхнем углу будет три точки, и здесь у нас будет под пункт приложение по умолчанию. И вот здесь вот, когда вы зайдете, у вас ниже будет помощник и голосовой ввод. Именно это пункт вам и нужен. У меня это будет отключено, у вас это будет вот так вот включено, у вас будет Google. И это приложение помощник могут использовать информацию на экране. Для большего удобства некоторые из них поддерживают запуск других приложений голосовой ввод. То есть все, что вы будете клацать, оно будет передаваться разработчикам. Тем более они будут способны заходить в другие приложения и делать анализ. От этого соответственно будет садиться очень быстро батарея, потому что каждый анализ способствует тому, чтобы эту информацию передавали. Когда будет передаваться информация, телефон соответственно будет садиться. Эту настройку нужно отключить и сразу же вы убедитесь в том, что телефон будет работать дольше, где-то так процентов на 10. Следующая настройка касается тоже приложений, которые есть на вашем телефоне. Как видите на моем телефоне очень много приложений и мне практически очень трудно следить за каждым из них. Но тут ничего не сделаешь, нужно заходить в каждое приложение и ограничивать его, чтобы не был включен автозапуск. Я покажу сейчас на любом приложении, как это делать. Просто нажимаете на приложение, удерживаете его, не запускайте, не ждите пока оно запустится, а просто активируйте вот эту вот панель, где будет поделиться, приложение удалить. Нажимаем пункт о приложении, попадаем сюда и здесь у нас будет вот этот вот пункт автозапуск. Разрешите автозапуск приложения, может потребовать дополнительные ресурсы ОЗУ и батареи. Разрешить. Я убежден сейчас на 20%, вот даже на 50%, что на вашем телефоне включен автозапуск на всех приложениях. Если он включен, приложение может самостоятельно запуститься, обновиться, скачать, передать, отправить информацию, а также просто сделать самоанализ, что вы клацаете, что вы ищете. Чтобы этого не было, отключаем автозапуск и спим спокойно. Это действительно очень важно. Но если вы зайдете тоже на какое-то приложение, у вас, видите, тут выключен у меня, потому что я пробежался, уже отключил. Но если мы зайдем в TikTok, к примеру, то у нас автозапуск включен, видите. Я его отключаю, чтобы самостоятельно автозапуск не запускался и не вредил моему телефону. Надеюсь, я изъяснился понятно. А мы переходим в следующую настройку. На многих телефонах, а в частности Xiaomi, есть такой пункт, который называется безопасность. Его устанавливать не нужно, он уже встроенный и он способствует тому, чтобы там проводить очень много манипуляций, которые улучшают телефон. Там, вы знаете, и очистка телефона есть, там, вы знаете, и стоит антивирус и много полезных настроек. Сейчас я его не вижу, кто мне, кто увидел, подскажите, где находится у меня безопасность. Вот этот вот пункт, он у меня передвигается, потому что я часто устанавливаю много приложений. Вот безопасность, такой вот зеленый аватарчик у него. Заходим в безопасность и здесь у нас снизу будет очень много пунктов. Нас интересует такой пункт, который называется диагностика сети. Заходим в диагностику сети и мы видим, что здесь у нас, когда у нас интернет подключен, у нас будет такой пункт, который называется фоновое подключение. Вот видите, мы можем зайти сюда и увидеть все приложения, которые работают в фоне. У меня ни одно приложение не работает в фоне, то есть я всем приложениям запретил доступ. Но это у вас такого не будет, знаете почему? Потому что каждый раз, когда мы устанавливаем какое-то новое приложение, оно получает фоновую активность. Вот смотрите, Smart Launcher, он у меня работает в фоне постоянно. YouTube, YouTube оставляем. Android Service оставляем. Google, тут уже вам решать. Средства просмотра оставляем. Priory выключаем. Telegram оставляем. Трансляции выключаем. Widget счетчика выключаем. В WhatsApp оставляем. LuckyPix выключаем. Это выключаем. В общем, все-все-все старайтесь выключить. Даже системные приложения, которыми вы не пользуетесь. Чем меньше вы оставите, тем меньше вот этих вот сервисов будет работать в фоне. Тут будет очень много приложений, которые вы, к примеру, установили не так давно на телефон, но ими по той или иной причине не пользуетесь. Так что их нужно вот как можно быстрее отключить раз и навсегда и забыться о этом всем деле. Отключаем вот так вот. И все у нас будет отлично. Так, выключаем эти все настройки. В принципе, у нас все будет работать отлично по вот этим вот параметрам. Также есть диагностика сети. Кстати, кто не знал, вы можете увидеть, какая у вас скорость интернета здесь. Так, третью настройку мы тоже активировали. Я надеюсь, многие поняли, что нужно делать. Ограничить тем приложением, которое работает в фоне. Ну, а мы двигаемся дальше. Следующая настройка, которую нужно найти, это просто заходите в настройки и воспользуйтесь поиском. Поиском настроек. И в поиске, переходя на русский язык, вы пишете вот автозапуск. У вас должен опять-таки появиться вот это вот приложение автозапуск. И здесь у вас будет очень-очень много приложений. Но это еще не все, потому что если вы активируете в правом верхнем углу три точки, показать системные процессы, то вы просто офигеете от того количества, сколько у вас приложений будет включено. Если какое-то приложение у вас в фоне работает, ну, то есть вы сейчас его закрыли, оно тут и будет написано запущено, запущено, запущено. Ну, это мы отключим. Ничего страшного. А вот здесь вот, смотрите, виджет счетчика данных. Я тоже выключаю. Запуск Activity выключаю. Средства просмотра документов на платформе отключаю. Sense V2, это чтобы у меня часы я оставляю. Telegram, Viber, WhatsApp я оставляю. Объясню почему. Потому что если я отключу сейчас Telegram, Viber, WhatsApp, мне не будут приходить уведомления. В этих площадках я работаю. У меня там есть группы. И если я их отключу, фоновую вот эту вот активность, мне не будут приходить сообщения только когда я буду заходить. Согласитесь, каждый раз заходить это очень долго, напряжно. А вот эти вот приложения, они у меня четыре. Это очень мало. У вас же здесь будет автозапуск включен на всех приложениях практически. Ну, оно так и есть. Я рекомендую этот пункт точно так же, как мы отключили другие, отключить, чтобы у вас не было никаких проблем. Ну, и еще одна настройка очень тоже важная. Я бы рекомендовал на нее обратить внимание. Нужно будет зайти в настройки о телефоне и потапать по версии MIUI, пока вас не напишут, не нужно, вы уже, мол, стали разработчиком. Так вы активируете секретные настройки на вашем телефоне и, в принципе, можете еще найти кучу полезных настроек. Спускаемся вниз до пункта, который называется расширить настройки. И здесь в конце у нас для разработчиков. Этот пункт нам и понадобится. И здесь нам нужно, наоборот, не выключить, а включить одну полезнейшую настройку, которая есть на любом телефоне. Просто она очень хорошо спрятана. Вот она. Ограничение запросов Wi-Fi. Уменьшает разряд батареи и повышает производительность сети. Эту настройку я рекомендую постоянно включать. Она может быть отключена только тогда, когда вы обновили свой телефон. В иных случаях она будет постоянно выключена. Включаем и телефон будет ограничивать запросы Wi-Fi на подключение. Всегда пользоваться только вашим Wi-Fi, а не искать какой-то другой и не тратить на это заряд батареи. Так, еще одна настройка. Нужно зайти в настройки, найти пункт, который называется приложение. Здесь он у нас на телефоне. И здесь у нас в приложениях нажать все приложения. В правом верхнем углу у нас три точки. Здесь у нас... Здесь у нас... Ага, подождите. Показать все системные приложения. И здесь питание и настройки. И вот, уведомлять о наличии обновления, да, и получать рекомендации. Во-первых, отключим рекламу, раз и навсегда здесь. А уведомлять о наличии обновления, они будут у вас висеть. И будут очень тратить много заряда. Что я не рекомендую делать. И вот в поиске вот здесь вот напишите питание и производительность. И что же здесь нужно делать? Нажать просто на память и всегда очищать кеш. Всегда. И точно так же очищаем сотовые данные. Вот эти вот. Поняли? Все. Очищать все данные. Так вы очистите данные и у вас после того, как вы сбросите вот эти вот все настройки, которые я показал отдельно, да, у вас будет намного-намного выше автономность в телефоне. Вот такие вот настройки. Думаю, вам многим они понравились, пригодятся. И вы только ними будете и дальше пользоваться. С вами, как всегда, был Тимох Алаев, ваш Техноблогер. Здесь оставлю два новых ролика. Переходите, смотрите. Всем пока.